Итак, друзья, мы с вами начинаем писать сайт на Django 4. В данном случае это будет сайт социальной сети, но вы не переживайте. Допустим, при написании блога вы можете написать просто блог. Вы можете написать абсолютно после этого сайта обычный сайт без разных там дружилок и так далее. И чатов вы сможете написать вообще довольно просто. Но тем не менее, какой бы сайт вы не писали, мне кажется, что вам понадобится коммуникация какая-то. Кому-то больше, кому-то меньше. Поэтому очень хорошо приобрести опыт разных вещей. Но давайте по порядку. Итак, у нас должна быть страница логина. Для этого мы будем Django Outlaw. Как там правильно она называется? Мне она нравится, потому что библиотека старая, хорошо написанная, в принципе, все делает за нас. Регистрация плюс капча. Ну, давайте войдем. Можно будет сделать войти через гугл или через другую вещь. Значит, что нам надо будет сделать? Мы напишем не так много, может потом больше, может меньше. Я, если честно сказать, не знаю сейчас. Но вопрос в том, что по минимуму будем написать блог. Место блога может у вас быть в будущем кусок форума. Место блога могут быть картинки. Место блога могут быть абсолютно любое приложение, которое, в принципе, по тому же принципу можно связать во что угодно. Это понятно, да? То есть, не надо заморачиваться на чем-то одном. Записи. У нас должно быть добавление новой записи. Само собой, редактор. Лента наша. Дальше лайки. В лайках мы здесь, нам понадобится жукерий Ая и Аякс. То есть, а это вам пригодится при написании абсолютно любых вещей, например, магазинов. Это, в принципе, полезная вещь и довольно простая. Сохраненные сообщения, если пользователь захочет сохранить, читая ленты или посты, что-то себе сохранить, потом почитать. Все посты и мои посты, да? Будет обязательно чат. Будет, вот видите, статус. Сейчас мы во второй записи войдем. Вот user1 нету пока, да? Чат, теперь смотрим. Здесь обновляем. Он появился. Все нормально. Чат, уведомления. Профиль. Друзья. Подружиться. Если даже не добавляться друзья, следить. То есть, фолловинг. Следить за сообщениями. Получать уведомления о них. Поделиться. Настройки. Публичный профиль. Количество постов. Количество фолловеров. За кем следим. Поиск. Его надо... Ну, и дальше можно расширять, расширять, расширять. Уроки. У нас apb-tut.ru Можно сразу нажать пример сайта. Пишем с нуля. Не переживайте. Не переживайте. Все получится. Почему? Потому что я буду объяснять тотально. Единственное, есть одна рекомендация, которую обязательно надо сделать. Вот здесь есть начало урока, есть описание джанга 4. Например, вы можете посмотреть первый урок и посмотреть видео, как мы вырастим в третьем разделе. Все эти уроки надо обязательно проделать. Это стартовый уровень. Проделать не просто проделать. Например, такие вещи, как получение ссылок по Slack, ID, nmspace с использованием getabsoluted.url мы рассмотрели очень подробно. Надо написать 5-7 приложений, чтобы это уяснить. Чтобы больше на этом не отвлекаться. Далее. Очень внимательно пройти лист view. Детали view, форм view и все остальное, все будет делаться по принципу. Мы рассмотрели принципиально, как работает лист view, рассмотрели много исключений, рассмотрели переопределение методов. Все остальное будет по принципу. В принципе, после прохождения этого урока, все остальное должно быть вполне нам понятно. То есть, я не вижу дальше проблем, чего-то там не понимать. То есть, на основе этих знаний будем разбирать все остальное. Следующий момент. Вы тут не видите форм. Формы довольно просты, поэтому будем строить курс следующим образом. Мы приходим, когда к формам, просто-напросто отвлекаемся от сайта и рассматриваем формы. Сложного здесь ничего нету. Почему? Потому что Зонга все делает за нас. В чем основа вообще вот этих уроков? В чем отличие этих уроков от моих предыдущих уроков, которых уже тьма тьмущая с 2012 года? И от других любых курсов. Здесь идет опора, когда вы будете смотреть уроки на документацию, на исходный код. В принципе, сейчас еще, кроме этого, у вас в описании будут некоторые видео. То есть, каналы. Вот тут было начало Зонга 4. Я добавлю, перейдете. Также программирование по системе номер один. То есть, Python. Тоже посмотрите. Тут много для вас полезного будет. Вообще, школа сама по себе системна. Включает подготовку с нуля, становление, разработку. Мы проходим функции нескольких языков. Python, Kotlin, JavaScript. В общем-то, все разберетесь. Сейчас говорим о Зонга. Почему? Пишем на Зонга 4. Понятно. Почему? Значит, вся основная работа мы делаем, это работа с документацией. То есть, основная задача какая? Какая основная задача, чтобы вы могли смотреть документацию, пользоваться ей и писать. Просто в процессе. Ничего не нужно запоминать. Надо просто разобраться. Когда мы разбираемся, мы знаем, где что найти. Вот это у нас основная задача. Вторая основная задача, это моя рекомендация, раздел разработка. Это очень важная вещь. Я много об этом говорил. Ранее вы увидите в этих рекомендованных видео, если будете смотреть их, да? Там много рекомендаций. У каждого из вас есть или нет определенного опыта, но здесь критерий один. Я дам ссылку на статью на одну. Вот на эту. Документация «Исходный код». Она будет в описании. Я давал рекомендации одному нашему парню, которого давно не было. Вот он опять вернулся к изучению. По сути дела, здесь описан сам алгоритм вообще, как разобраться. Для Python, для того, чтобы писать, как правильно учитывать Python, по сути дела, речь идет о системе работы с кодом. Проверить это довольно просто. Если вы занимаетесь, допустим, там 3 месяца, 6 месяцев, и при этом у вас ощущение, что у вас каша в голове. Вроде знаете, а писать мы не можем. Это и называется система работы с кодом, которая подразумевает, что мы будем делать с кодом, который мы не понимаем. По сути дела, если очень-очень-очень коротко, то заключается это в следующих простых вещах. А, это я в другой статье, две дам статьи, еще такая статья, которая называется «Как быть профи». Вот о системе работы с кодом. В принципе, в школе мы целых 8 часов рассматривали сельф, который записывают люди одной строчкой, а потом не могут применять. Из-за этого проблемы потом в функциях и методах. Но, по сути дела, мы рассматривали для того, чтобы получить теорию, как работать с кодом. Если просто, как я сказал, первое, к чему надо подходить, запомнить. Смотрите, в большинстве своем, что делают люди, это пользуются Google, да, чего-то там набирают. И, в принципе, это основной источник. Они набирают, спрашивают, и так, и сяк, и прочее. Да, но при этом картина остается такой, человек остается на одном уровне. Был, не понимал, и дальше не понимает. Когда он пишет код, он где-то скопировал, вставил. Но ведь это и есть система работы с кодом в данном случае. Если у вас такая система, ребята, от нее надо избавляться. Иначе, сколько бы не прошло времени, писать не будет получаться. Надо идти к документации и к исходному коду. Документация, скажу сразу, не всегда понятна. Понятна становится документация, когда мы просматриваем исходный код. Этому мы и научимся. Это мы и делаем постоянно в курсах. Ну и тут есть простые пункты. Не все, конечно, но что я рекомендую. Итак, система работы с кодом – это то, что мы делаем с кодом каждый день. Первое. Надо представить себе принцип. Документация дает понимание, как пользоваться. Смотрим и пишем. Поэтому основная задача, в первую очередь, пользоваться и уметь находить. По сути дела, если вы, допустим, работаете с моделями, но не знаете, где в Django найти модели и какой вам раздел нужен, то это плохо. Вы всегда будете тыркаться. Так не надо делать. Поэтому следите, как я делаю, повторяйте для начала, а потом придет опыт. Следующий мой – исходный код. Тоже будем смотреть. Он дает всегда окончательно полное понимание. В уроках посмотрите. Допустим, в уроках мы рассмотрели выборку объектов, исходя из исходного кода, уже поняли, что делать. И написали себе. А потом документация стала совсем прозрачной после этого. Размышление кодом. Вы знаете, что спросите у себя. Вот вы можете, вы идете в магазин. Вы размышляете кодом? Большинство своем ответят – нет. Правильно. Вы не будете размышлять кодом, если вы не описываете код каждый день. Любой проект начинается с документации, какой бы вы ни делали. Описание кода – это важная вещь. Понимаете? Люди не комментируют, люди не высказывают. Этим надо заниматься. Само, ребята, это не придет. По сути дела, когда вы начинаете каждый день проговаривать, комментировать свой код, то у вас начинает нарабатываться навык. Этого мало. Только описывать код. Второе. Мы связываем то, что мы идем от своего кода всегда, от кода, который мы пишем, к документации. Не наоборот. Почему? Если вы, новичок, зайдете в документацию, то, в принципе, она вам как лошадь с задними копытами. Вы там ничего не поймете. Скажите, я там уже был, там нечего делать. Абсолютно верно. Все начинается с того, что мы пишем. Мы пишем, мы понимаем. И далее, потом все начнет работать в обратном порядке. Описание кода – обязательный пункт. Размышления кодом приходят только после двух вещей. После описания кода и после работы в постоянной, в командной строке. По сути дела, когда мы научимся достраивать. Иными словами. Иными словами. Если у нас есть модель. Модель. То, по сути дела, в Юпитере, а в уроках мы это часто занимались, мы проверяем какие-то данные. Мы проверяем. Это то же самое, что мы уже пишем функцию. Только нам не надо полностью писать функцию. Ведь мы ставим задачу программиста. Какая задача веб-разработчика? Очень простая. Делится на три части. Часть номер один. Веб-разработчик, его задача, в первую очередь, если брать Django, то тут еще конкретней будет Django. Берем разработчик. Создать модель своего проекта. Модель соединится, сможет разместить данные ваши в базе данных. Это задача один. Разместить данные в базе. Вторая задача. Это что сделать? Абсолютно верно. Излечь их оттуда. И третья задача. Показать таким образом, как нам это надо. Все. Буквально эти три задачи, их надо держать в голове. Ну, я дальше не буду рассказывать, кому надо уроки посмотреть. По сути дела, сами уроки, вот эти уроки, которые мы пишем, это и есть демонстрация, как работать с кодом. По сути дела, правильно должно быть так. Вы позанимались три месяца, следующий, через три месяца вы смотрите на код, четко понимаете, что кода у вас больше стало, что основные вещи вы легко находите в справке, что вы знаете, где что найти и как пользоваться. Вы не занимаетесь запоминанием, выучиванием, вы просто понимаете, что делать, правильно ставите задачи и знаете, где найти, и знаете, как использовать. Вот это основная задача этого курса. Научить, по сути дела, использовать справку, понимать исходный код и на основании этого написать наш проект, а потом его расширять. Почему мы сможем это сделать? Потому что, если мы, допустим, находим какой-то проект, где нам что-то нравится, мы можем взять оттуда кусок кода и вставить себе, просто переписав. В этом и заключается стратегия джанга. И стратегия джанга такова, то, что написано, нет смысла писать второй раз. Почему? Если есть код, ну, допустим, вам весь проект не надо, но вам надо какая-то маленькая часть, вы все это можете взять, да, и если это под лицензией МИД особенно, ну, под лицензией МИД, то берем, используем, переписываем вопрос в том, что не все это умеют делать. Давайте научимся. Итак, еще один момент. Как и в уроках первых под джанга, мы будем рассматривать сразу, то есть, написать код комплексно. То есть, рассматривать модель, рассматривать вместе с тем шаблон, URL и представление. Всегда должна быть полная картина. Все, ребят, все остальное по ходу. Уроки я сказал, где на spb-tut.ru Здесь, после этого видео, несколько уроков я начнем, проект мы запишу, дальше пойдут обзоры, то, что мы делаем. Поэтому, кто хочет писать, тот научится. Что-то еще хотел сказать? А, вот что хотел сказать. Вот в этих статьях, двух которые дал, дал, да, ведь я очень много лет уже даю язык, то сегодня, я просто уверен на 100%, что обучить программирование можно абсолютно любого человека. Если, допустим, когда я начинал, когда-то там 2009 год, тогда, конечно, об этом речи не шло. Об этом речи не шло даже в 2013 году, когда уже прошло 4 года программирования. Сегодняшний день уже, когда языки пройдены взад и вперед, по-разному, да, и разные совершенно, и сложилось все в одну картинку, я могу сказать абсолютно точно. Есть несколько вещей, которые я, в принципе, описал в этих статьях. Как выучить программирование? Почему? Потому что в большинстве своем, что делает новичок? Он тыкается. Он тыкается и тыкается. На самом деле, все банально просто. Все C-подобные языки, они работают на функциях, либо на классах. Это та же функция, только, допустим, в Python, это с первым аргументом self. Но все исключения, все принципы, функции. Те же классы, поэтому тоже у них все исключения, которые применяются в функциях. То есть все это одинаковое. Почему? Если мы открываем, прямо сейчас откройте исходный код. Я люблю. Это все, в принципе, в выступлениях, когда-то в вопросах, когда где-то смотришь, конечно, не такие, но куда спрашивают. В принципе, чтение кода, это основа. Вот Рассел Кейт Маги, один из ведущих разработчиков. Да, мы его код откроем. Я очень люблю эти проекты. Код настолько прозрачный. И, кстати, это единственный человек Жанга, который компетентен во всех частях Жанга. Поэтому изучать надо именно у таких людей смотреть, как писать код. что я в школе и делал. Так. Проект ТОГО. Я давал уроки на канале. Если мы открываем исходный код и, по сути дела, мы не считываем моментально то, что надо считать, это параметры в первую очередь. То есть, если мы думаем и не понимаем, или просто для нас это какой-то набор, значит, все плохо. Надо исправлять. Почему? Берем, идем в школу и отрабатываем функции. Это самая правильная вещь. Когда у нас есть функции, мы придерживаемся еще двух правил. Мы работаем с документацией и работаем с исходным кодом. Если вы скажете, это невозможно, когда объясняют, ой, как возможно. По крайней мере, тогда вы движетесь как программист. Ведь задача программиста какая? Работать с исходным кодом, с документацией. В большинстве своем люди это просто обходят. Этого люди боятся. Не надо бояться, ребят. Если целенаправленно работать, то поверьте мне, пройдет совсем немножко времени, даже можете проверить. Причем, если поверьте, это надо проверить. Просто проверить на себе. И у вас будет читаться документация. После задачи еще одна из задач этих курсов Жанга-4 мы очень много работаем с документацией, чтобы добиться понимания документации, чтения, правильно применения методов. То есть все это очень важно. Но ведь и другие документации, других проектов для вас станут тогда открытыми и понятными. Ну и, конечно же, классно напишем, конечно же, еще и сайт. То, что и нужно. Все, спасибо за доверие. Субтитры создавал DimaTorzok